Ежегодно перед началом работ по уборке урожая специалисты электрогазоинспекции в рамках работы по профилактике электротравматизма проводят встречи в коллективах сельскохозяйственных предприятий, на которых разъясняются основные правила безопасности про проведение работы влези воздушных линий электропередач. Ежегодно проведение встреч с персоналом сельскохозяйственных организаций обусловлено тем, что к работам влези воздушных линий электропередач предъявляются особые требования по электробезопасности. Напоминаем, что в границах охранных зон воздушных линий электропередач не допускается совершать остановки и стоянки всех видов транспортных средств, осуществлять передвижение, работу сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машинных механизмов, с подземными стрелами, кузовами, проводить работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров, влекущих приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушных линий. Движение машин и механизмов при работах на участках, расположенных в охранных зонах воздушных линий электропередач, рекомендуется осуществлять поперек оси воздушных линий. Проезд по проселочным дорогам и вне дорог следует проводить вблизи опор и поперек оси воздушных линий. Также необходимо помнить, что приближаться к оборванным проводам линии электропередачи на расстоянии менее 8 метров смертельно опасно. Признаками замыкания на землю являются наличие на опорах или вблизи их искрения, треска, дыма, местного нагрева грунта, вплоть до возгорания соприкасающихся с ним предметов. На воздушных линиях электропередачи напряжением выше 1000 В опасным является даже приближение без касания людей, механизмов к проводам на расстоянии менее 1 метра. При необходимости покинуть оказавшийся под напряжением автомобиль или механизм, необходимо спрыгнуть с него на землю на две ноги, одновременно не касаясь корпуса, и удалиться на расстоянии не менее 8 метров маленькими шажками, не отрывая ступни и ног от поверхности земли. Недопустимо касаться корпуса автомобиля, механизма стоя на земле. При обнаружении оборванных проводов или иных аварийных ситуаций, связанных с электроустановками, сообщите об этом в электрической сети по единому номеру телефона 144. Не лишним будет напомнить убителям рыбной ловли о правилах электробезопасности. Вблизи многих водоемах, пригодных для рыбалки, часто проходят воздушные линии электропередачи. Часто рыбаки используют снасти, достигающие 6 и более метров в длину, которые прекрасно проводят электроэнергию. Этой длины достаточно, чтобы во время забрасывания удочки приблизиться к проводам линии электропередачи и попасть под напряжение. В местах пересечения воздушных линий электропередачи с озерами и реками, а также расположения воздушных линий электропередач вдоль береговых линий водоемов, эксплуатирующей организацией вывешиваются знаки «ловить рыбу опасно для жизни». Охранная зона 10 метров. Но не всегда размещение плакатов может уберечь людей от опрометчивых поступков. Ежегодно происходят несчастные случаи от поражения людей электрическим током при осуществлении рыбной ловли. Особенно трагично, когда в результате несчастных случаев страдают дети. Так, в Ляховичском районе подросток вместе с дедушкой ловил рыбу на мелиоративном канале, который пересекает воздушные линии электропередачи 10 кВт. Во время рыбной ловли подросток приблизил удилище на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, попал под напряжение и погиб. Уважаемые граждане, организуя досуг на природе, помните о правилах электробезопасности. Вблизи воздушных линий электропередачи запрещается располагать места для отдыха, устанавливать палатки, разжигать костры, осуществлять рыбную ловлю и играть в спортивные игры, запускать воздушные змеи, квадрокоптеры и другие летательные аппараты. Напомним, также в активной фазе находится подготовка организации к предстоящему осенне-зимнему периоду. Организации проверяют оборудование и получают паспорта готовности потребителей и теплоисточников. Брестское микрорайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора в Брестской области напоминает организациям, имеющие в собственности или хозяйственном ведении теплоисточники, тепловые сети, системы теплопотребления, а также организациям, осуществляющим эксплуатацию или предоставляющим услуги по подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года и получения паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии в сроки, установленные местными исполнительными и распорядительными органами. Готовность организации к работе в осенне-зимний период признается единогласным решением всех членов комиссии, которая оформляется актом проверки готовности теплоисточника или потребителя тепловой энергии при выполнении работ. По техническому обслуживанию и ремонту внутренних систем теплопотребления, оборудования теплоустановок, тепловых пунктов, трубопроводов, тепловых сетей, проверки плотности закрытия запорной арматуры, проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления с оформлением соответствующих актов испытаний и другие мероприятия. Также возможна регистрация паспорта готовности потребителя и теплоисточника удаленно согласно единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования. Брестское межрайонное отделение филиала госэнергогазнадзора по Брестской области просит обратить внимание руководителей предприятий, организаций на своевременную и качественную подготовку к работе в предстоящий осенне-зимний период и напоминает, что во избежание несчастных случаев при проведении работ следует помнить о строгом соблюдении правил техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей, проявлять личную осторожность и благоразумие. Ознакомиться с порядком действий при подготовке к осенне-зимнему периоду можно на сайте госэнергогазнадзора во вкладке «Надзорная деятельность. Подготовка к работе в осенне-зимний период». Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok